Привет! Давненько я тут не был. Хотя если вы смотрите это видео на Дзен, ссылка на который есть в описании, для вас особо ничего не изменилось и вы смотрите мои ролики, эксклюзивные и не очень, некоторые раньше. Короче, если вы смотрите это на канале Тойстер, то привет, давно не виделись, рад вас видеть. А обстоятельства сложились так, что много роликов я снимать не мог, игрушек вообще практически не было для обзоров и как бы такая пауза вынужденная получилась. Тем не менее, за это время вас много подписалось на Майнкрафт и оружие и если что, я снимаю здесь не только Майнкрафт и деревянное оружие, я вообще снимаю здесь всякие игрушки, приколюшки, коллекционные штуки и так далее и прочий хлам тоже. И именно о хламе сегодня речь пойдет, потому что мне надавали пятерочки вот этих вот завров. Я их не покупал, хотя купить их можно за 55 рублей, мне их просто давали за покупки, у меня их накопилось много. Я еще двух открыл, у меня там выпал, в принципе не завр, а вот такая вот просто пятерочка, ждем в гости. И вот такой вот динозаврик, мы сейчас на сайте посмотрим, кто это такой. Это у нас мозазавр. Собственно, вот такой вот мозазавр-хищник мне выпал. Сразу на примере этих штук можно понять, что это что-то среднее между прилипалыми и коллекционными фигурками, потому что сами по себе фигурки сделаны весьма недурно. Они из местами твердого пластика, с присоской, аккуратно покрашены и знаете, они выглядят прилично. Альбома у меня к ним нет, складывать их мне некуда, поэтому просто распакуем эти пакетики. Но, смотрите что, если вам правда интересно и хочется посмотреть побольше распаковок этих пакетиков, то поставьте лайк. Там, не знаю, тысячи две-три наберем, я куплю, наверное, схожу, покажу, потому что что-то снимать на той стере все равно надо. Окей, погнали распаковывать. Первый пакетик, собственно, тут что-то маленькое у нас. О, слушайте, похоже нам выпало сразу что-то коллекционное. Так, а никаких карточек, да, внутри нет, к сожалению. Картоночкой подпоясный. Это у нас, это у нас. Они отдельно или... Нет, они в основной линейке у нас идут, эти динозавры. Слушайте, это у нас, видимо, что-то редкое или нет. Это стегемолог прозрачный с блесточками. Довольно красивый. Но, знаете, вот на фоне того же самого вот этого парня он выглядит прям максимальный проигрыш. Но он смотрится как более дешевая версия, потому что он весь сделан из мягкой резины, когда как здесь твердый пластик, и он прозрачный и не крашенный совсем. Хотя, по идее, он должен быть более редкий. Ну, собственно, вот, такой вот стегемолог. Травоядный. Тут... Ой, тут есть характеристики этих динозавров. Если вдруг кому интересно, можете сами посмотреть карточки. Следующий пакет. Опять что-то маленькое. Опять прозрачный. Да что ты будешь делать? Это птеродактиль ведь, да? Скорее всего... Ой, он очень плохо сделан. Что-то мне не везет, честно говоря. Еще есть вискос. Пятерочка у меня есть. А у них редкость как-то различается или нет? Слушайте, видимо, различается у них все же редкость. Есть цветящийся в темноте. Да, походу, тот стегемолог, он довольно редкий. А где наш дружок-пирожок, как говорит товарищ Сафрон? Вот он. Это, ну, в средней редкости, видимо, парень. Такой вот птеранодон. Не птеродактиль, а птеранодон-хищник. Ну, выглядит он печально. Серьезно, я вот в данном случае совершенно не понимаю ценности и редкости, типа вот этих вот прозрачных чувачков, потому что они сделаны хуже. А он... Ааа, я понял, он светится в темноте. Так, ну-ка, зарядим его. Облампочку совсем чуть-чуть и... Ну, вы, наверное, не увидите, но он светится. Типа светится. Он кривенький, косенький, но зато хотя бы глаза его нарисовали, в отличие от стегемолоха. Да. Стегемолох, видимо, совсем лох, ему даже глаза не нарисовали. Кстати, у него, по-моему, присоска не работает. А, не работает. Так, погнали дальше. Вот здесь что-то... Слушайте, вот здесь что-то покрупнее и твердое. Я этому невероятно рад. Оооо, я этого чувачка хотел. Я хотел этого чувачка. Он, кстати, тоже достаточно редкий, к слову. У нас оранжевый. Это анкилозавр. Анкилозавр травоядный. Вот то, о чем я говорил. Они намного более выигрышно смотрятся. У них пластиковая верхняя часть твердая. Красиво покрашено все это дело. Выглядит здорово. Из плотной резины низ. Собственно, вот такой вот у нас анкилозавр. Кривоват, конечно. Хотя, возможно, так и было задумано. То, что один рог у него вверх, один вбок. Да. Судя по тому, что глаза у него нарисованы ровно, так и было задумано. Короче, вот такой вот паренек. Весьма и весьма недурно сделанный. Мне нравится. Так. Кстати, пишите, кто из них вам нравится больше. Пока мне вот эти двое зашли, потому что они лучше сделаны. Они прям похожи на игрушки. Когда вот эти снова напоминают больше просто прилипал таких совсем дешманских. Так, следующий пакет. Что-то средненького размера. По-моему, что-то опять мягкое. Да. А почему он не пластиковый? Блин. Это подстава. Это у нас, скорее всего, раптор. Сейчас мы его найдем. Это у нас раптор. Скорее всего, обычный даже, да? Да. Это у нас вот такой велосераптор. Совершенно обычный. Зеленая карточка у него. Хищник. Ну, сделан он, опять же, справедливости ради хорошо. Покрашен аккуратно. Даже глазки сделан норм. Вообще, за то, как сделана эта серия. Я, кстати, не смотрел у других обзорщиков вообще распаковки этих штук. У товарища Сафронова тоже. Поэтому не знаю, как о них отзываются. Но, как по мне, сделано очень хорошо. То есть, такую штуку мне бы даже было приятно собирать. Это у нас еще один. Так, давайте погнали дальше. Вот здесь тоже что-то тяжелое такое. Внушительное. И пластик. Ну, блинский, блин. Первая повторка. Вот же не повезло. А давайте зац... Гляньте, его перекосило. У него один глаз уехал наверх, а другой вот так... Э, ты что падаешь? Так что, знаете что? Мы этого парня отбракуем, потому что он кривой. Вот этот мне выпал совершенно ровный. Ну, насколько это было возможно. А вот этот что-то кривенький, кривенький, да. Печально, печально. Ладно, будет у нас с этой стороны стоять. Так, осталось у нас два пакетика. Так, предпоследний. Здесь... О, это у нас Тираннозавр Фекс. Боже, он выглядит очень забавно. Он выглядит очень комично на фоне остальных, потому что у него просто-таки гигантская башка. Она такая, конечно, не должна быть. Где он у нас? Где-то я его видел тут недалеко. Вот он, первая оранжевая. Это Тираннозавр Рекс. Именно он и есть. Хышник. Ну, ему покраски не завезли. Зато у него аккуратные глаза и очень классная мордашка сама по себе. Именно вот молд. Ну, вообще и голова, и тело. Очень миленько смотрится, но, конечно, он смотрится очень комично. Если остальные ребята выглядят еще нормально, то же самое анкилозавр. Ну, то есть он, в принципе, вообще похож. Пропорции у остальных тоже весьма неплохие. То у этого чувачка прям с пропорциями чудеса какие-то происходят. И с такой головой он жить бы, разумеется, не смог. Потому что она слишком большая. И последний пакет. Что-то опять мягкое. Возможно, даже повторка какого-нибудь Раптора. Ну, блин, еще хуже. Лучше бы повторка Раптора была, потому что это у нас повторка Стигима Лоха, который мне совершенно не нравится. Развели как Лоха, подсунули повторку Стигима Лоха. По итогу, что могу... А сколько их вообще всего? Давайте посчитаем. Так, всего у нас раз... Это не карната, а это тиранозавр был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Всего двадцать штук. В коллекции я собрал пока раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук и две повторки. В принципе, треть коллекции собрана. Я не могу сказать, что это плохо. Мне данная коллекция нравится чуточку даже больше, чем предыдущие. Напишите свое мнение в комментариях. Вот, так что будет интересно послушать, что вы думаете. А на этом пока все. Будет интересно, поставьте лайк. Неинтересно, не ставьте как хотите. Увидимся в следующем видео. Пока.